СИППРОМСТРОЙ Это программа новости Сургут-24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Ишимцев и в начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Югре выявлено 163 случая ковид-19. Это минимальное количество, начиная с 23 сентября. Наибольшее число заболевших в Нижневартовске – 45 человек. В Сургуте – 34. Несмотря на стабилизацию ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в предстоящие праздники все лаборатории в округе, где делают анализы на ковид, будут работать в обычном режиме. Кроме того, дополнительно развернут еще 4 станции, которые также будут диагностировать весь перечень штаммов коронавируса, включая омикрон. Как используемые экспресс-тесты, так и ПЦР-тесты, сегодня используемые в Югре, позволяют достоверно устанавливать диагноз, в том числе омикрона. То есть они распространяются на весь перечень штаммов. В самое короткое время будут развернуты еще 4 мини-ПЦР-лаборатории. И убежден, что в том числе доступность, с учетом поручения руководства штаба НДО, которые сегодня позвучали об увеличении охвата тестирования, доступность будет сохраняться на высоком уровне на тестировании от коронавирусной инфекции жителям Югры. Терапевтический корпус СОКБ вывели из состава ковидного госпиталя, развернутого на базе Сургутской окружной клинической больницы. Девятиэтажное здание перепрофилировали для размещения пациентов с коронавирусом осенью. В связи со спадом заболеваемости теперь нужды в нем нет. Корпус прошел полную санитарную обработку и там вновь начали оказывать специализированную помощь. Работает отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения, отделение скорой медицинской помощи, неврологии. В инфекционном отделении СОКБ в других зданиях развернуты 350 коек для ковид-положительных. Глава города Андрей Филатов вручил благодарственные письма медикам Сургутской окружной клинической больницы, которые трудятся в красной зоне. Они на передовой борьбы с инфекцией. Градоначальник рассказал, что на собственном опыте почувствовал, что поддержка и забота специалистов помогают встать на ноги не хуже лекарств. Андрей Филатов также отметил, что самая важная задача сейчас – уберечь население от ковида. Получилось так, что я сам прошел через эту болезнь со средней тяжестью, с поражением легких. И близость ваших коллег, забота, постоянное желание помочь – это по-настоящему давало силы. О том, что поддержка и внимание дают больным силы на выздоровление не понаслышке, знают и сами врачи. Медицинская сестра Надежда Литвиненко встретила в красной зоне все ковидные волны. По ее словам, лечение в инфекционном отделении – большой стресс для любого человека. Оттого возможность просто поговорить или услышать пару теплых слов для пациентов имеет особое значение. Надежду Литвиненко пациенты называют «Ласкова Наденька». Не забывают о ней и после выписки. В знак благодарности передают сладкие презенты и цветы. Тяжело? Да. Морально, физически. Устаешь. Гипоксия мозга колоссальная. Ну, это наша работа. Мы ее выбрали точно так же, как пожарные, точно так же, как сантехники, как пилоты. Мы просто медики. В новом окружном центре охраны материнства и детства 28 декабря провели первую гинекологическую операцию. Пациентка уже переведена из хирургии в реанимационную палату пробуждения. За ее состоянием следят высококвалифицированные специалисты. Напомним, с 15 декабря в стенах медучреждения начали оказывать амбулаторную и консультативную помощь. А 25 декабря здесь приняли первые роды. Мы провели первую большую гинекологическую операцию. У женщины с большими проблемами мы прооперировали ее. И все у нас замечательно. Большая бригада работала. Женщина приходит без диагноза к нам. Мы ее обследуем. Все виды, которые есть. Ей не надо бегать по поликлинике. Ей не надо никуда выходить в город. Вот она у нас в конечном итоге получит диагноз. Вот все абсолютно, что нужно женщине для диагноза. Депутаты Думы Сургута поддержали решение о заключении концессионных соглашений по строительству спортивных залов. Все 18 парламентариев проголосовали за проект, предложенный администрацией города на основании заявок потенциальных инвесторов. Так поступила инициатива о возведении комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств в 30-м А микрорайоне. Базовая совокупная стоимость создания этих объектов почти 400 миллионов рублей. Застройщиком выступило общество РК+. Еще один зал возведут в хоззоне на улице Майковского в районе бывшей базы Спопад. Там силами компании Интера Спорт за 223 миллиона рублей построят универсальный комплекс. Муниципалитет в течение нескольких лет выплатит концессионерам по 90% стоимости объектов. После сдачи комплексов в эксплуатацию, это два года с момента подписания документов, инвесторы еще в течение 11 лет будут эксплуатировать здание. У нас не только цель построить объект, да, и во-первых, это мы строим, давайте уж по прямому, мы строим рассрочку. И не все средства мы компенсируем, да, безусловно, большая часть затраты на полностью это обязательства по окупаемости и по возмещению лежат на концессионере. То есть город, безусловно, строит дешевле, потому что он не всю часть затраты вмещает даже по созданию. И, безусловно, что мы еще получаем, это, ну, как минимум, да, и развитие того же тех же предпринимательских инициатив, потому что развитием этих услуг будет заниматься непосредственно концессионерами. Все комплексы будут использовать в том числе и для нужд муниципалитета. Там смогут заниматься воспитанники городских спортивных школ. Для каждого из будущих учреждений определено минимальное время такой загрузки. Так, для объектов в 30-м А микрорайоне это не менее 7 часов 6 дней в неделю. На улице Майковского по госзаданию обязаны предоставить для спортшкол Сургута не менее 51 часа в неделю. Конкурсная документация по заключению этих концессионных соглашений выставлена на торги. Если иных заявок не поступит, контракты заключат с теми, кто и выдвинул инициативы. Произойти это может до конца февраля будущего года. Ранее депутаты согласовали возведение спорткомплекса в микрорайоне А. Это в границах улиц Кукуевицкого, Дзержинского, Магистральный и проспекта Набережного. Таким образом, из шести быстровозводимых спортивных комплексов, вошедших в госпрограмму, пока не ясна судьба двух ледовых арен. Они должны появиться в 44-м микрорайоне и на Майковского, на участке бывшей базы автопредприятия «СПОПАД». В отношении ледового аренда в хоззоне уже принята частная инициатива, принято решение о возможности заключения концессии на иных условиях. В настоящее время проводится процедура согласования условий концессионного соглашения. Я думаю, что условия мы сможем в администрации согласовать в январе. Соответственно, либо январь, либо начало февраля мы придем к вам за согласованием условий концессии. В ФНС Сургута напомнили горожанам, что просрочка уплаты налогов может привести к неприятностям на российской границе и к аресту имущества. В настоящий момент сумма долгов горожан превышает 630 миллионов рублей. Инспекторы вынуждены объединяться с судебными приставами для более эффективной работы. Все те, кто получил соответствующие требования по почте или в личном кабинете госуслуг на прошлой неделе, должны погасить начисления до 25 января будущего года. После включится судебный механизм взыскания. Производим арест имущества, производится ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Это, наверное, самая такая неприятная мера в отношении должников. Поэтому мы и призываем до окончания года всех должников погасить ту задолженность, которая сложилась, чтобы не испытывать каких-то неприятных моментов при выезде в отпуск. Горожанам хочется пожелать, конечно, мирного неба, уплаты налогов, крепкого здоровья, хорошего настроения, ну и улыбок на их лицах и, конечно, всего самого хорошего. Начальник отделения судебных приставов рассказала телеканалу «Сургут-24», что, несмотря на многочисленные жалобы жителей о невозможности дозвониться в ведомство, есть альтернативные способы. «Если все-таки вам не удалось дозвониться, если гражданам не удается дозвониться, можно обратиться без записи к дежурному судебному приставу, который у нас принимает каждый день с 9 утра до 5 вечера, время обеденное с 13 до 14. В остальное время в порядке живой очереди можно обратиться к дежурному. В том числе квитанция об оплате, если нужно предоставить. Можно воспользоваться электронным ящиком, адрес которого расположен на сайте судебных приставов УФССП по Ахмау-Югре. А также сдать эту квитанцию в канцелярию, которая также у нас работает ежедневно». Тем временем накануне районные приставы арестовали автомобиль жителя Белого Яра. Мужчина накопил солидный долг по налогам. Теперь, как минимум, новогодние каникулы должник проведет без машины. Всего за 11 месяцев этого года возбуждено почти 2000 дел о взыскании налогов на общую сумму более 100 миллионов рублей. Взыскали должностные лица почти 85 миллионов рублей. Вместе с тем в 2021 вынесено более 260 постановлений о запрете выезда за пределы страны. «На сегодняшний день мы установили транспортное средство должника, произвели опись. В дальнейшем будем оценивать автомобиль и передавать на реализацию для погашения задолженности». В Сургуте неизвестные вскрыли остановочный павильон на улице Показаниева. Сообщение об этом поступило в полицию во вторник около 10 часов вечера. Прибыв на место стражи порядка, обнаружили разбитое окно торгового объекта. Рядом лежали две кассеты с мороженым и кейс. Территорию 5-го А микрорайона в поисках подозреваемого прочесали экипажи наружных служб полиции. Что стало добычей злоумышленника, не сообщается. Как неизвестно, задержан ли предполагаемый фигурант. В МВД сообщили, что по данному факту идет проверка. Несколькими часами ранее параллельная дорога Тюменский тракт оказалась парализованной из-за двух ДТП. Сначала иномарка влетела в опору освещения, которая упала на проезжую часть, а затем на противоположной стороне, двигаясь на выезд из города, по каким-то причинам не справился с управлением водитель мусоровоза. Его машина перевернулась на бок и осталась лежать на обочине. Пробка, что в том, что в другом случае была многокилометровой. К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжение следует... Рассматривает Нижняя палата Федерального собрания. Одна из первых тем, что обсуждали общественники, журналисты и блогеры Российской Федерации четыре года назад, законопроект о мессенджерах. Постановление об обязательной идентификации пользователей сервисов по обмену сообщениями разрабатывали несколько лет. Подписано оно в октябре 2021-го. В том числе с учетом мнений членов экспертного совета молодежного парламента по информационной политике и СМИ. «Змей Горыныч» с иракезом и веселые песни. В Сургутском музыкально-драматическом театре в разгаре новогодняя программа. Актеры приготовили для юных зрителей постановку московского режиссера «Царевна лягушка». В какие дни ее можно увидеть на сцене и какое еще представление ждет детей и их родителей, расскажет Мария Ливанян. Какая ваша любимая сладость? Таким вопросом юных сургутян, пришедших в музыкально-драматический театр, встречают аниматоры в костюмах конфет, леденцов и мармелада. Это первая часть программы, которую для детей подготовили актеры. После задорных танцев и песен в зале появляется Дед Мороз со Снегурочкой. И в качестве новогоднего презента они дарят ребятам музыкальный спектакль «Царевна лягушка». На полтора часа юные гости культурного центра погружаются в сказочный мир. Мы тоже рады играть эти спектакли, потому что год без зрителя, без детского зрителя, без их восторженных глаз, без их реплик, которые именно только могут дети особенных, и без особенных вот этих восклицаний, без особой реакции на все происходящее. Мы, конечно, скучали очень, поэтому рады каждому ребенку. Особую симпатию детей, по мнению руководителя театра, вызывает главная героиня постановки – «Царевна лягушка», а также баба Яга и Кащей Бессмертный. За год перерыва, обусловленного коронавирусными ограничениями, по новогодним спектаклям успели соскучиться как юные зрители, так и их родители. Ребенок мой вообще еще ни разу не был, честно говоря. Он был маленький, мы не посещали такие мероприятия. Сегодня пришли впервые, надеюсь, что ему все понравится. Конечно, очень соскучились по таким мероприятиям, потому что столько времени все было закрыто, и теперь будем посещать. Конечно, очень сильно соскучились. Вообще ждали этого спектакля, прям наряжались, готовились. Ну мы с классом, с тем классом. Мы довольны, что Новый год наступает, у детей праздник такой, что радость такая. А мы вспоминаем детство свое. Пусть у нас не такие спектакли были, но было очень хорошо. Сказку «Царевна лягушка» в Сургутском музыкально-драматическом театре можно будет посмотреть 30 декабря и со 2 по 5 января. В Рождество репертуар сменит постановка, когда часы 12 бьют про Золушку. Это представление, по мнению актеров, также не оставит зрителей равнодушными. Мария Ливанян, Валерия Кудрявцева, Юрий Чанцев, Сургут, Интерновости. Больше 1300 мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству, пройдут по всей Югре. Это выставки, концерты, театральные выступления и соревнования. При этом, по мнению многих жителей, атмосферу праздника во многом задает оформление населенных пунктов. Во время прямого эфира губернатора сургутяне пожаловались Наталье Комаровой, что наш город недостаточно украшен, и муниципалитету не хватает елок и мест для зимних развлечений. Андрей Филатов сообщил, что в этом году организовали 13 катков и 9 ледовых городков. Глава предположил, что недовольство жителей связано с тем, что в этот раз оформление затянулось и полностью завершится только к 30 декабря. Мэр извинился за это и заверил, что в 2022-м такого не допустят. Для нас это будет и оценка, и через такое решение или обратную связь, безусловно, что в следующий год уже поставлены задачи, архитектурии города. Это не будет оформление города под Новый год или под летнее событие, например, День нефтяников или День города. Мы сейчас разрабатываем концепцию зимнего оформления города и летнего оформления города, чтобы это уже полностью соответствовало и сезонам, и, самое главное, тем датам, на которых делается акцент. Я надеюсь, что у нас получится в следующем году по-другому подойти к этому вопросу. Последние дни уходящего года Сургут действительно продолжает преображаться. Помимо традиционных локаций появились и десятки новых. Это малые архитектурные формы, световые инсталляции, новогодние ели, множество арт-объектов. Главный символ грядущего праздника – искусственную ель – за пару дней установили на кольце у бизнес-центра «Сургутнефтегаза». Оформили кольцевую развязку у торгового центра «Фараон». Светящийся корабль появился на набережной Аби. Установили специалисты и световые тоннели на мостах, ведущих в парк Засаймы. Подсветили деревья на Комсомольском проспекте. Раньше то, что было над дорогой, за навески, хотя бы на машине едешь, настроение поднималось. Сейчас меньше. Елок меньше. Очень красиво. А что нравится больше всего? В основном вот оформление, где вот сити-центр. Сказочно красиво. Сейчас больше детских площадок сделали в этом году. И здесь, на университете, и дальше туда такие прям с горками. Обычно что-то такое небольшое поставят. В этом году получше. Я в этом городе живу 50 лет, и он все краше, краше и краше. Вот где университет, вот эти вот фигуры. Таких не было. Только в этом году вот такая красота. Январь 22-го встретит сургутян морозами. Впрочем, похолодание будет умеренным, обещают метеорологи. Первый месяц наступающего года будет на 2-3 градуса холоднее обычного. Согласно прогнозам, температура воздуха в новогоднюю неделю будет колебаться от минус 18 до минус 25 по Цельсию. А потом последуют традиционные крещенские морозы. Тогда ожидается, что столбики термометров опустятся до минус 31 градуса. Вместе с тем, сама новогодняя ночь окажется не слишком морозной. В новогоднюю ночь на большей части территории Сургутского района пройдет снег, ветер южных направлений умеренный. Температура ночью минус 22-27, а в городе будет минус 23-25. А уже днем сохранится умеренно морозная погода. Достиг новой вершины. Журналистам телеканала Сургут-24 удалось пообщаться с юным и теперь уже знаменитым на всю страну музыкантом Дмитрием Ергиным. Мальчик стал победителем всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Чему научил Диму опыт в съемках большого шоу, о чем он мечтает в будущем и когда родители впервые поняли, что у сына есть музыкальный слух, узнала Валерия Кудрявцева. Впечатлениями от участия в шоу «Талантов» «Синяя птица» Дима Ергин делится с улыбкой. Говорит, что за время, проведенное со съемочной командой, стал намного увереннее чувствовать себя и на сцене, и перед камерой. Изменения мы увидели и сами. С прошлой нашей съемки с Димой прошло больше года, и кажется, что перед нами совершенно другой человек. На полуфинал я приехал, сначала неуверенно себя чувствовал, выходил, боялся, на финал приехал, на сцену выхожу уже расслабленный, ничья не боюсь. Я уже со всеми познакомился, там вокруг меня камеры были, сидели впереди меня зрители, жюри еще сидели, оркестр подыгрывал. Всего на конкурс подали 10 тысяч видеозаявок со всей страны. После 500 детей выбрали для очного кастинга. В итоге в съемках шоу участвовали 30 юных талантов. Финал проходил 21 декабря. Специально для телеканала «Сургут-24» Дима сыграл именно ту композицию, которая принесла ему победу «Если у вас нету тети». Съемки в шоу – опыт закаляющий. Как рассказывает Юлия Русанова, преподаватель Димы, нужно было быстро реагировать на замечания редакторов. Приходилось за короткое время учить новые произведения, много импровизировать. До «Синей птицы» юный музыкант никогда не играл с симфоническим оркестром. Репетиций финальной композиции было всего две, а записывали и вовсе с одного дубля. При этом за час до съемки Диме поменяли костюм, а он оказался мал, из-за чего играть было еще сложней. Известный композитор, баянист Вячеслав Анатольевич Семенов помог нам и написал новое совершенно произведение специально для Димы. Он за три дня написал, а Дима еще быстрее за два дня должен был выучить и концертный вариант предоставить для просмотра редакции канала. Поэтому, конечно, в таких темпах мы еще не работали. Всегда, ну хотя бы у нас было месяц, чтобы произведение выучить, отработать, довести до концертного исполнения. На съемки в Москву с Димой ездил папа. Мама поддерживала ребенка дистанционно, по телефону. Созванивались каждый день. Анастасия Ергина говорит, что уезжал сын со словами «Я стану победителем». И слово свое, как всегда, сдержал. Ну, конечно, все зависит еще много от ребенка, его как бы настырного характера. Он всегда, если поставил перед собой цель, он всегда ее добивается. Наша задача, как родителей, поддержать его сколько можем. Папа вот ездил с ним в Москву, поддерживал его и в зале, и на роликах. И с моей стороны задача, мы, конечно, были на связи, поддерживали его как могли. И бабушки, и дедушки всегда говорили, Дима, давай, покажи, как ты можешь. Анастасия вспоминает. Слух у Димы она обнаружила еще в 4 месяца, когда он точно повторил за папой мотив песни. Первая гармонь досталась тоже от главы семейства. Вторая – побольше, от прадедушки. Своего баяна у юного музыканта нет. Чтобы репетировать дома, он берет инструмент из музыкальной школы. Но делать это удается редко. Поделился Дима с нами и своими планами на будущее. И они у него грандиозные. Я думаю, что будет больше побед, еще все впереди у меня. Я буду стараться выигрывать еще конкурсы дальше, чтобы еще известней становиться, конечно. То есть план прославится на весь мир? Да, это главная мечта моя. Чтобы меня весь мир знал. Валерия Кудрявцева, Юрий Чанцев, Сургут Интерновости. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Корреспонденты телеканала Сургут 24 продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна на нашем YouTube-канале, в официальных аккаунтах в Instagram, Telegram и ВКонтакте и на нашем сайте. Впереди еще реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Через километров поверните налево. Пицца-фабрика. Доставка от 30 минут, несмотря ни на что. Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас совсем. Покупать или продавать квартиру с агентством РИЦ – это быть уверенным в чистоте сделки, получить доступ к уникальной базе объектов. С вами работает только один риэлтор. Вы уверены в том, что получили действительно лучшее предложение в городе. Покупать или продавать квартиру с агентством РИЦ – значит быть спокойным. Приглашаем в обновленный магазин «Обои Центр». Теперь у нас не только большой выбор обоев в Югре из России, Германии, Италии, но и красивая, удобная выкладка, яркое освещение и приятная атмосфера. Приходите ежедневно с 10 до 20 часов в специализированный магазин «Обои Центр». Телеплюс. Тарифы со множеством опций. Выбери подходящий по скорости или включи интернет на максимум. Наслаждайся качественным телевидением. Используй приложение для просмотра на смарт-телевизорах или приставках. Услуги видеонаблюдения «Везопасный двор», айпи-домофония и айпи-счетчики включены в тариф. Узнай подробности на сайте телеплюс.ру. «Карапуз» Новогодние подарки мальчикам для активных игр и развития. Скидки до 50%. Встречаем праздник с «Карапузом». Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. «Русский хит» — это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит. Это русский хит. Только русские. Только хиты. Русский хит. Русский хит. Русский хит. «Русский хит». Продолжение следует... Продолжение следует...